Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Итак, наше задание называется «Заполнить пропуски». Запишите в голубых ячейках виды стилей, которые вам известны, а в сиреневых ячейках признаки стилей, сферу использования и языковые средства. Итак, ребята, приступайте к выполнению данного задания. А теперь давайте проверим, что у вас должно получиться. Итак, мы с вами знаем пять стилей. Художественный стиль. Тексты такого стиля используются в художественной литературе и в них используются тропы. Научный стиль. Тексты такого стиля используются в науке или образовании. В таких текстах обязательно есть термины и однозначные слова. Разговорный стиль. Это тексты, в которых присутствует бытовая или разговорная лексика. Это наше повседневное общение. Публицистический стиль. Эти тексты используются в средствах массовой информации. И в них очень часто присутствует фразеологизм. И официальный деловой стиль. Тексты этого стиля используются в законодательстве, в делах производствий. И там используется аббревиатура или официальная лексика. А мы переходим к следующему заданию. Сейчас, ребята, посмотрите внимательно на доску. Перед вами дан текст. Ваша задача – прочитать этот текст, определить, к какому стилю он относится, назвать признаки данного стиля и всю информацию изобразить в виде графического органайзера кластером. Космос – это Вселенная. Вселенная просирается бесконечно во все стороны, включая в себя галактики, звезды, планеты и черные дыры, а также космическую дну. 20-й век – это век рождения современной космологии. Она возникает в начале века и по мере развития выбирает в себя все новейшие достижения, такие как технологии постройки больших телескопов, космические полеты и компьютеры. В 1916 году доказана теория гравитации. В 1929 году было доказано, что Млечный Путь – лишь небольшая часть окружающей Вселенной. Вместе с этим появляется доказательство, что некоторые туманности – это галактики, подобные наши. Наши дни с полным основанием называют «золотым веком» астрофизики. Замечательные и чаще всего неожиданные открытия в мире звезд следуют сейчас одно за другим. Солнечная система стала в последнее время предметом прямых, экспериментальных, а не только наблюдательных исследований. Полеты межпланетных космических станций, орбитальных лабораторий, экспедиции на Луну принесли множество новых, конкретных знаний о Земле, околоземном пространстве, планетах, Солнце. Итак, задание вам дано. Приступайте к его выполнению. А теперь, ребята, давайте проверим, что у вас должно получиться. Итак, данный степь, текст написан в научном стиле. Это статья. В этой статье имеется прямой порядок слов. Эту статью можно отнести к науке и образованию. Она написана логично, точно, имеет доказательность. Там используются термины и предназначена она для широкого круга читателей. А теперь давайте еще раз посмотрим на этот текст. Подумайте, ребята, и скажите, почему в этом тексте некоторые слова выделены. Давайте посмотрим, какие это слова. Гравитация, космология, млечный путь, галактика, астрофизика, вселенная, орбитальные лаборатории, черная дыра. Все эти слова, ребята, называются неологизмами. Что такое неологизм? Где они используются? И что мы о них должны знать? Неологизмы в переводе с греческого нео – это новый, а логос – это слово. То есть неологизмы – это новые слова, которые возникают в языке. Как же образуются эти новые слова? Неологизмы делятся на две группы. Общие языковые неологизмы и авторские. Общие языковые неологизмы появились с помощью заимствований из других языков, при помощи механизмов словообразования, а также когда известное слово приобретает новое значение. Авторские неологизмы – это слова, которые можно отнести к конкретному человеку. Давайте посмотрим на примеры. Луноход. Образовано при помощи слияния двух основ. Слово интернет. Это заимствованное из английского языка слово. И самолет. Это слово ввел в язык поэт Игорь Сирианин. А теперь давайте выполним следующее задание. Но прежде, чем перейти к следующему заданию, мы с вами еще поговорим, что мы должны знать о неологизме. Неологизмы не входят в состав толкового словаря русского языка. У них есть свой словарь новых слов и их значений. Неологизмы могут обозначать новые явления. Новые слова могут возникать с появлением новых устройств и гаджетов. Каждый из нас может стать автором неологизмов. С течением времени ощущение новизны слова пропадает. Слово стареет и становится общеупотребительным. А если слово совсем исчезает из лексики нашей, то оно называется историзмом. И теперь мы переходим к выполнению задания. Прием анализ слова. Вам даны термины, а рядом с ними даны определение этих терминов или их лексическое значение. Ваша задача – соотнести термин с его лексическим значением. Выполняем задание. Давайте, ребята, теперь посмотрим, что у нас получилось. Итак, гравитация – это притяжение. Галактика – это система из звезд, звездных скоплений, межзвездного газа и пыли, темной материи, планеты. Черная дыра – это место в космосе, где гравитация настолько сильна, что даже объекты, движущиеся со скоростью света, не могут ей сопротивляться. Асфалология – раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию Вселенной в целом. Орбитальные лаборатории, предназначенные для проведения экспериментов в области космической биологии. Млечный путь – это галактика, в которой находится Земля, Солнечная система и все отдельные звезды, видимые, не вооруженным глазом. Астрофизика изучает физические процессы в астрономических объектах, таких как звезды, галактики, экзопланеты. И Вселенная – мы ее по-другому называем космос. Ну и теперь переходим к следующему заданию. Вам даны слова. Атмосфера, самолет, астрофизика, гравитация, луновод и космос. Вам нужно распределить слова по способу образования и сравнить с правильным ответом. Итак, выполняем задание. Давайте, ребята, перейдем к проверке нашего задания. Итак, по способу соединения существующих слов в языке образованы слова самолет, луноход, астрофизика. Заимствованные из других языков – это слова атмосфера, гравитация, космос. И слова, которые приобрели новое значение от старых слов, таких слов у нас в списке не было. Ну и теперь, ребята, подошло время объяснить домашнее задание. Посмотрите внимательно на слайд. Вам дана статья. Ваша задача – внимательно прочитайте статью и напишите аннотацию к статье «Видим ли мы Вселенную?» используя неологизм. Чтобы правильно выполнить данное задание, нужно вспомнить структуру написания аннотации. В аннотации вы должны указать фамилию автора и название статьи. В статье рассмотрены вопросы, описать, что там рассматривается. Далее – особенности этой статьи, что предполагает автор и какие автор делает выводы. Еще точное написание аннотации поможет вам. Инструкция по написанию. В этой инструкции выделим пять основных ключевых моментов. Аннотация – это краткая характеристика печатной работы, а не ее пересказ. Ваша задача – кратко и четко изложить ее суть. Аннотацию проще всего составить на основе четырех универсальных вопросов. Кто, что, о чем и для кого. Имейте в виду, что в аннотации к научной статье не нужно упоминать источники, использованные в работе, описывать процесс работы над статьей или пересказывать содержание отдельных параграфов. Старайтесь избегать длинных и сложных предложений. И так как эта работа сложная, то, конечно, я подготовила для вас критерии и дескрипторы. Давайте обратим на них внимание. Итак, у вас десять дескрипторов. Каждый дескриптор оценивается в один балл. Значит, вы за работу можете заработать десять баллов. Давайте посмотрим, что это за дескрипторы. Раскрывает основное содержание научной статьи, соблюдает структуру написания аннотации, определяет основные идеи статьи, соблюдает объем в сто двести пятьдесят слов, лаконично и емко выражает свои мысли, допускает не более двух орфографических ошибок, допускает не более двух пунктационных ошибок, использует ключевые слова и статьи, уместно использует неологизмы, использует два-три неологизма. Дорогие ребята, сегодня на уроке мы с вами выполнили всю запланированную работу. Я надеюсь, у вас все получилось, и вы справились со всеми заданиями. Я желаю вам прекрасно справиться с домашним заданием, и говорю вам, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok